Максимальный контроль, ответственность и обратная связь. Глава региона Игорь Кошин провел совещание в связи с трагическим случаем в Карелии, где в детском лагере погибли 14 детей. Ведомством, организующим летний отдых для детей за пределами округа, поручено обеспечить постоянную связь с детьми, отдыхающими в летних лагерях и их сопровождающими. Иметь полные данные о количестве детей, сопровождающих и местах отдыха. Такую задачу поставил губернатор Ненецкого округа, руководителю Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинель Семяшкиной. Ведомство занимается закупкой путевок и отправкой детей на летний отдых за пределами округа. Должна быть обратная связь обязательно с детьми. Должна быть обратная связь с теми сопровождающими, которые там у нас есть. Значит, уполномоченная Римма Васильевна Римма Фёдоровна вернётся. Я с ней отдельно ещё на эту тему поговорю. У вас должна быть точная карта, где, сколько детей, в каком лагере, в каком санатории у нас занимается. Нинель Семяшкина доложила губернатору, что сегодня за пределами округа отдыхают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В санатории имени Крупской в Железноводске проживают 119 детей и 5 сопровождающих. С ними ежедневно поддерживается связь, перенимаются жалобы и замечания. На сегодняшний день они касаются только поведения некоторых воспитанников. На условия проживания замечаний нет, их лично проверила директор отделения социальной защиты. Ольга Егорова посетила санаторий и рассказала о своих впечатлениях. Это двух-, трёхместные и пятиместные размещения детей. Санитарная комната в очень хорошем состоянии, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Была проверена столовая, очень чистая, с высокими потолками. Разработано диетическое пятиразовое меню, куда ежедневно включены фрукты, овощи, помидоры, огурцы, свекла, капуста. Это ежедневно. Также за пределами округа отдыхают дети из Ненецкой школы имени Пырерки. Первая группа из 29 детей уже проводит каникулы в Ярославской области в санатории «Искра». Воспитанникам детского дома организован отдых в Ивановской области. Кроме этого, за пределами региона в спортивных лагерях отдыхают спортсмены. Игорь Кошин добавил, наблюдению подлежат и лагеря, открытые на территории Ненецкого округа. К работе необходимо привлекать медработников и уполномоченного по правам ребёнка Риму Галушину.